В среду Рафаэль Бурханов расчищает дорожку к пограничному столбу в Тобольском сквере «Мужество». Делает это по собственной инициативе в память о том, как сам когда-то носил погоны старшего сержанта. Специально лопату вот тут оставляю. И беру эту лопату и почистю. Сквер «Мужество» – место, объединяющее ветеранов Афганистана, Чечни, локальных воин, вооруженных конфликтов и всех, кто верен армейскому братству. Мы бы хотели видеть это как музей под открытым небом. Должны быть и памятники, памятникам воинам, защитникам, матерям. Здесь должно все быть объединено в одно целое. Сейчас в сквере есть танк, пограничный стол, памятник погибшим в Чечне и Афганистане. В планах объединить все эти элементы в единую концепцию. Для ее создания администрация Тобольска объявила открытый конкурс для художников, дизайнеров, архитекторов. В первую очередь цель – это улучшение и определение оптимальных архитектурно-планировочных решений, создание условий для визуально-смысловой нагрузки данного сквера. В первую очередь это формирование условий для гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения. Положение о конкурсе можно прочитать в группах департаментов администрации Тобольского ВКонтакте. Автор лучшей концепции обещает вознаграждение в размере 300 тысяч рублей. Ветераны отмечают, что в сквере можно будет проводить митинги памяти и уроки на открытом воздухе. Здесь нужно сделать такой сквер мужества, который был бы достойный, который был бы наполнен теми элементами, которые воспитывали бы. Чтобы исторически, вот с малого поколения уже впитывалось, что такое родина, что такое мужество, что такое подвиг. Итоги конкурса на лучшую концепцию сквера мужества подведут 1 марта. Мария Рянина, Анастасия Терехова, Рустам Рузеев, Тюменская служба новостей.